Здравствуйте, уважаемые налогоподчижки! С вами снова ваш верный налоговый консультант Евгений Севков. Сегодня у нас свежие новости из зала заседания Госдумы. Депутаты, кажется, кажется, решили не скучать и подготовили целый пакет рекомендаций по развитию налоговой системы. Они же самые лучшие специалисты. Готовы? Поехали! Первое на повестке дня – введение многоступенчатой шкалы дохода для физических лиц НДФЛ. С разумной ставкой. Повышение налоговой нагрузки не коснется большинства граждан и тем более не затронет доходы участников специальной военной операции. Нижний порог шкалы предлагают установить, исходя из двукратного размера среднемесячной заработной платы в стране, которая на минуточку составляет аж 74 тысячи с копейками. Следующий пункт – поддержка наиболее нуждающихся граждан. Планируют увеличить стандартные налоговые вычеты и ввести новые для многодетных семей. А вот еще новость – если вы регулярно проходите диспансеризацию, сдаете нормы ГТО, ждите вычет и здесь. Но это, я так понимаю, не случайно. Предрежим налог на доходы физических лиц останется без изменения до истечения срока эксперимента. Но это далеко не все. Госдума предлагает стимулировать бизнес, который инвестирует в развитие новые технологии и расширение производства. Здесь речь идет о налоге на прибыль, продлении действий инвестиционного вычета и усовершенствовании его механизма, а также распространении на федеральную часть налога. Еще один важный момент – повышение коэффициента по расходам на научно-исследовательские и опытные конструкции работы, сокращенно не ОКР, высоты к технологических отраслях. Это хорошая новость для всех, кто занят инновациями и технологиями будущего. А для тех, кто принимает упрощенную систему налогоблажения и получает доходы свыше 60 миллионов рублей в год, возможно, придется считаться с повышением предельного уровня объема выручки. Но не все так плохо. Предусмотренном месте для тех, кто откажется от схем дробления бизнеса. Малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве также получат льготы. А вот пробелы и лазейки в налоговом законодательстве будут устранены. И последнее, но не менее важное – повышение налоговой нагрузки на дорогостоящие имущества и участки. Как всегда, ссылка на нормативные документы под этим видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Налоговая балалайка», чтобы быть в курсе всех изменений и новостей. До новых встреч, уважаемые налогоплательщики!